а вот друзья мы добрались до города уварова красивый небольшой уютный надеюсь город не был сто лет здесь пойдем прогуляемся посмотрим найти здесь какие-нибудь достопримечательности сейчас покажу вам гостиницу варова находится за мной то есть четыре этажа достаточно большая гостиница и перед ней фонтан и множество разных скульптур старых советских и уютный такой скверик цветущие липы цветущий чубушник красиво интересно свежо в тридцати с лишним градус на жару очень приятно постоять рядом с фонтаном гляньте как обалденно цветет жасмин который мы называем чубушник красивый весь весь набитной аромат стоит превосходный рядом цветущие липы и вот уваровский уже скульптуры не знаю кто это наверное багира кошка такая как вот типа выдолблены из камня ну по факту сделаны из бетона веселые обезьянки типа мама обезьянка и обезьяне ребенок улыбаются смеются на сын то ли реставрировали то ли просто кто-то подкрасил такие вот веселый улыбающиеся обезьянки по-уваровски фонтан летом это прекрасно чем больше фонтанов жару тем лучше свежее такой вот советский стиль девушка с луной кто знает подскажите как он правильно называется знаешь что суварова меня некоторые товарищи смотрят смотрите еще один достаточно интересный памятник сова сова такая хитрая прищурилась смотрит на вас что-то на явно вас знает либо просто задумалась в жару хочется и поспать и хочет пеньку а с поставили на самой самой жаре а вот мишка в уварове очень сытые медведя посмотреть какой сытый довольный медведь кажется он кого-то сожрал может быть он сажал бюджет города уварова поэтому такой довольны вот мы добрались до первого микрорайона города уварова чем он знаменателен вот такой вот супер супер огромной площади непропорционально большой для столь небольшого населенного пункта площадь действительно огромная для меня уварова в первую очередь ассоциируется конечно же с шикарным фестивалем уваровской вишневарова вот кинотеатр дружба бывшей сейчас тоже здесь культуру и досуг посмотреть какое интересное отличное симпатичное советское панно и сейчас чуть-чуть пройдемся я покажу интересную очень советскую мозаику которую сохранили это очень приятно такая вот симпатичная мозаика советского периода украшает кинотеатр дружба посмотрите раньше было достаточно много таких необычных специфических мозаик но почти все они скрыты современными евро ремонтами хотя может быть это не шедевр искусство но отражающий дух того времени и достаточно симпатичная интересность технической точки зрения мозаики есть что посмотреть даже в таких неприметных городах как уварова к сожалению фестиваль вишневарова в этом году скорее всего отменят а так это был двухдневный фестиваль очень очень симпатичный и интересный если честно я больше особо не знаю что посмотреть в уварова ребят сейчас забегут в антикварный магазин нашли здесь посмотреть что к чему там потом нам надеюсь расскажет если будет очень очень интересно то может быть и мы заглянем в этот антикварный магазинчик но что-то не очень уверен а пока наверное будем отправляться обедать пора бы пора бы время уже далеко заполнить пора отведать чем нас на горьем в городе уварова вот забрались в кафе арбата уварова достаточно интересный интерьер интересное пиво сейчас будем пробовать и покажем вам что мы здесь выбрали люди сидят время обеденное так что это радует не пусто значит должно быть вкусно вы готовы сделать заказ девочки вы свой выбор сделали молочный коктейли пицца достаточно интересный интерьер друзья мы если не умеете мыть руки правильно вот в кафе арбат увару есть специальная инструкция так что мы теперь умеем правильно мыть руки чтобы попасть в туалет нужно попросить сначала вот такой вот ключик и только так если у посетителей кафе со спец ключом вы сможете попасть в туалет вот такой лайфхак молочный коктейль называется сникерс смотрите шоколадной ложкой а сверху орешки андрей у тебя какой вопрос у меня у меня как есть эти орешки мне сейчас провалится они для красоты а у тебя ложки есть есть зато вилка ну и все так и съешь да не пожалели гляньте какой красивый мохито безалкогольный мохито для андрей а вот мое пиво спасибо большое порт афанасий как я его люблю надеюсь он не испортился за последние портер как положено с отличной пенкой а девчонки что вам принесли пиццу ну бортики скажем так не за станет мы попробуем еще на вкус поджариться хорошая отлично вот такая вот сервировка пивом обычного разливного с трубочкой оригинально вареники с картошкой грибами выглядят ну обычно вареники в ручной лепки явно не магазины сейчас к снимем пробу медальоны из свинины и греческий салат грудиночка желточек соус сливочный татьяна сейчас будет сытой и довольно карбонара желточек был жидкий как положено сейчас замешиваем таня мясо такое мне не бекон не грудинка просто свиньё нормально и не похоже на грудинку вердикт по вареникам ставим твердую четверку маловато сметаны чуть толстоватого тесто в общем то очень вкусная и замечательная вареники картошка с грибами вот такой вот человек получился на 5 человек тэм 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 2 740 и мы объелись и наелись ну что ж подведем итог нашему обеду ведь мы приехали поели арбатный город варвара однозначно лайк и зачет за свои деньги отличная превосходная еда портер от афанасия легендарной за 120 рублей бутылка в общепитии это огромнейший лайк взял даже с собой на вынос мне хорошая пицца еще жаристые бортики были вообще была превосходная но и остальная еда очень хорошая добротная спасибо у варвара вишневая столица еще раз про фестиваль вишневарова хотелось бы сказать чудесный прекрасный если когда-нибудь попадете на фестиваль очень-очень рекомендую вам вот такой вишневое дерево стоит здесь на площади с крупными классными вишенками очень интересное и необычное чем больше таких арт-объектов находится в городах тем наши города становится уютнее симпатичной имеет свой непередаваемый колорит за это отдельный лайк город уварова вот интересный прекрасный памятник даме и кавалеру татьяна решила с уваровским кавалером познакомиться как вам татьяна уваровский кавалер тоже достаточно интересный необычный памятник малая архитектурная форма памятники такие вот интересные необычные еще раз повторюсь украшают наши города и чем их больше тем лучше нашли в описании что в варва есть фонтан бобер или бобр нет все-таки бобер именно так пишут в варва на указателях и я думал честно сказать что он будет достаточно большой нет бобра в настоящую величину в реальную вот такой вот фонтанчик милый небольшой и достаточно интересный и особенно данный фонтан нравится голубям один тут здесь белый остальные обычные сизые голубки видите пьют ножки мочат так что фонтан это все был сделан для голубей вот и посетили мы город у варва вишневую столицу россии вишневую вару действительно очень очень вкусная а еще вкусную и бюджетных кормит в кафе арбат есть несколько интересных памятников так что городу вару мы тоже поставим непременный лайк скажем ему чтобы он догонял наверное все-таки пучка по количеству памятников и по чистоте но при случае друзья тоже рекомендую вам посетить данный небольшой город в центре россии ведь с четырех сторон россия ну а мы едем дальше дальше у нас по плану ржакса вот в ржаксе честно сказать не знаю ни одной достопримечательности кроме ржаксинского вкусного лимонада площадка ржакса такая вот церковь пересделанность какого-то старого советского здания основные торговые места мы в принципе все что есть в ржаксе больше ничего интересного не нашли за исключением взяли ящик лимонада а еще мы здесь взяли друзья мои вот такой вот раритетная не ржаксинская рассказывает пиво жигулевская и есть где-то еще какое-то тоже колос ячменный абсолютно советской стилистики срок годности 8 дней ну как любит маркетологи говорить живое пиво но мы знаем почему такой срок годности попробуем что тут будет в итоге